Пост ВАИ перед поселком Тимрязевский. Именно сюда приехали 15 суворовцев, чтобы узнать особенности службы военной автоинспекции, а также проверить свою готовность стать водителями. Проверка знаний товарища суворовцев по безопасности дорожного движения. Как эти молодые военнослужащие, которые выбрали путь свой профессионального военного, обладают навыками безопасного поведения на дороге. Пока одна группа пишет тест по ПДД, другие вспоминают и изучают сигналы регулировщика с жезлом. Например, рука поднята вверх над головой, всем стоять. После демонстрации инспектора парни и сами примерили на себя роль регулировщика. Значит, мы не смотрим больше ни на что. Знаки приоритета, светофоры для нас в данный момент не работают. Мы руководствуемся только жестами регулировщика. После проверки тестов по ПДД троим суворовцам дали возможность попробовать себя в роли стажеров-инспекторов. Каждому выдали жилетку, рассказали и показали, как определить из потока военную машину, как правильно и безопасно остановить транспортное средство. Вдалеке едет КАМАЗ с регистрационными номерами черного цвета. Знак военного автомобиля. После остановки транспорта инспектор объясняет стажеру, какие необходимо проверять документы. Пока один суворовец учится работать на стационарном посту, двое других отправились с инспекторами в патруль на служебной машине. Все спокойно, можно возвращаться. Я на телефоне скачал приложение и учил теорию. Ну вот, показал свои результаты. Один из лучших. Мы съездили с инспектором в АИ, прокатились по местности, ну и доложили старшему инспектору, что недостатки не обнаружены. Я не знал, что они, чем они занимаются. Вот, только на этом занятии узнал. Узнал, что они имеют право останавливать только машины военные. Бенедуши Российской Федерации. Гражданские, они оставлять права не имеют. Информация от военных инспекторов парням пригодится как будущим офицерам, ведь они будут ездить и на военных машинах, и на личных. Кстати, некоторые суворовцы уже готовятся этим летом получать водительское удостоверение. Екатерина Рехтина, Анатолий Молчанов, Телемикс.